Я попала сюда первый раз в 13 лет, как раз-таки в киношколу, и это были летние курсы актерского мастерства, и осознание того, что я как бы в месте, где все как в фильмах, которые я там всю жизнь, все детство смотрела, сердце стало бить и перестало, и я поняла, что однажды я сюда вернусь, мне все здесь очень нравится, потом закончила МГИМО, потом поработала в ВОГе, то есть я полтора года работы в ВОГе, я нашла курсы актерского мастерства здесь, в Нес-Анджелесе, уволилась, и вот купила билет в одну сторону, 1 января 2018 года, стала учиться здесь на актере суббота. Нет, сейчас вообще нет, и чем больше страна принимает эмигрантов в реальной жизни, тем больше это отражается и на Гольвуде, и тем больше ролей прописываются для людей из разных бэкграунд, и если у тебя есть талант, харизма и желания, главное, то как бы все возможно. Этот фильм такой на самом деле очень интересный, он еще как бы не вышел в России, и по-моему даже здесь не вышел, потому что он ездит по фестивалям, там несколько сцен было со мной, одна из самых красивых сцен, где я плыву в бассейне, и вот эта сцена была самая сложная, ее снимать, потому что я что-то говорю, а потом мне сказали нырять в бассейн, и камеры были установлены на дне бассейна, и операторы плавали в аквалангах с вот этими баллонами кислорода у себя на стене по дну бассейна, вот так вот со светом снимали, и я должна была много раз нырять, 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 так, чтобы они снизу сняли, как я плыву, открываю глаза и смотрю в камеру внутри бассейна. С точки зрения того, как работает Anthony Hopkins, у нас с ним не было вот сцены именно вот, чтобы я была с ним, но я видела, мы познакомились на съемочной площадке, я видела, как он работает, он 200 раз читает сценарий, чтобы полностью запомнить слова и никак не думать о том, что он должен говорить, и он делает только один или два тейка. Когда вы тут появляете именно на площадке, все как-то сразу тоже становятся не то, что в таком трепете, а наоборот в каком-то состоянии такого спокойствия, что как будто бы все идет так, как должно быть, и просто тогда даже видишь, как он одним своим взглядом, он тебя смотрит и такая, о боже, все понятно, я все знаю про эту жизнь. Спасибо вам просто за то, что я рядом с вами стою. Ну, как бы, американцы сами, конечно, в это не верят, это больше среди русских, мне кажется, вот, в принципе. Ну, вообще, не думаю, что уж прям там Билл Гейтс сам лично всех там чипирует, поэтому, опять же, никто, наверное, 100% правды не узнает. Если я познакомлюсь когда-нибудь с Биллом Гейтсом, я обязательно вам расскажу. Ну, есть, конечно, я думаю, что, мне кажется, у всех мыслящих людей появлялась вот так или иначе такая, как бы, мысль, статистика, но я лично, вот, лично я не знаю ни одного человека, кто бы им заболел, и не дай бог, там, не дай бог. Честно говоря, после того, что весь мир прожил, я уже ничему не удивлюсь, если даже он завтра пришелся приземляться к нам на Землю и скажет «Привет, это мы за всем стоим». Но это в самом деле невероятно.